Добрый вечер, это проект «Мограничная зона». Мы продолжаем следить за событиями на Южном Кавказе. И безусловно, таким для меня лично удивительным событием в воскресенье вечера этой недели стало заявление об отставке президента Армении Армена Саркисяна. Об этой теме говорим с нашим гостем, экспертом из Еревана Степаном Григоряном. Добрый вечер. Здрасте. Ну, первый вопрос, который напрашивается, что означает в словах Армена Саркисяна фраза про причин для теории заговора. Он говорит, что постпрезидента не должен быть причиной для теории заговора и каких-то слухов. О чем идет речь? Ну, я скажу, что в своем заявлении президент Саркисян акцент делал на две причины, почему он попадает в отставку. Первая причина – это Конституция, которая действительно у нас не парламентская система Конституции, а сверхпремьерская система. Вы знаете, мы живем в парламентской системе. Казалось бы, это хорошо, но на самом деле в нашей Конституции такой вариант парламентской системы выбран, что все функции практически в руках премьер-министра. А у президента нет функции. И президент в этом заявлении подробно объясняет, что он подписывает серьезнейшие документы, но не имеет права в это налагать. То есть даже если документ он не хочет подписать, он все равно должен подписать. Я понимаю, насколько это абсурдно звучит, но да, такая Конституция. Поэтому одна из причин, почему он уходит – это несовершенство Конституции, диспропорция в балансе системы власти, ветвей власти. И он говорит, конечно, в такой критической ситуации в стране президентский институт ничего не может сделать. То есть не может ни вмешаться, ни помочь, ничего. Это первое. А вот вторая причина, которая, да, я тоже обратил внимание, где он жалуется на то, что вот его семья и он лично нападкам подвергаются. Ну, вы знаете, есть такие вот теории заговора, группы любителей этих теорий заговора, что вот его послали в Армению для того, чтобы он там каких-то, я извиняюсь, масонов или еще кого-то интересы представлял. Его послали там в Запад. Другие говорят, нет, послала Россия специально. То есть вот это достаточно, вы знаете, много обсуждается. Совершенно абсурдно, да, я его лично знаю и вообще считаю, что это абсурдное обсуждение. Но представьте себе, что они достаточно сильно вот раскрутились в последнее время. Кто за этим стоит, трудно сказать, но оно есть. Поэтому то, что он жалуется, мне по-человечески очень понятно. Он говорит, если президентский, вокруг президентского института такие вещи плетутся, то, конечно, надо уходить, потому что это, он сказал, даже влияет на их здоровье, на семью, на их безопасность. Поэтому этот фактор он тоже выделил. А как вы считаете, есть ли у него шансы и желание, две, наверное, разные вещи, становиться какой-то новой политической силой в Армении? Честно говоря, я не уверен, не уверен, что это так, что он хочет какую-то самостоятельную, более крупную игру вести. Не уверен в этом, потому что там есть факторы, связанные также и со здоровьем, его здоровьем. Но, я думаю, главная причина ухода, конечно, и те, что он перечислил, это действительно, об этом он давно говорил, об этих проблемах, что надо конституцию менять. Он говорил и с премьер-министром, и с разными политическими силами, открыто говорил. Поэтому то, что он говорит в своем заявлении, соответствует, мне кажется, действительности. Но есть и другая причина. Другая причина заключается в том, что после войны в Карабахской, после этого тяжелого поражения Армении, вы знаете, мы в таком перманентном состоянии стресса, в перманентном состоянии безопасности находимся, небезопасности находимся. Все эти вещи вы знаете, тяжелые наши отношения с соседями, война Азербайджана против нас. После войны еще более все это обострилось. Вот мне кажется, мне кажется, сейчас идут очень сложные процессы, вы знаете, вот делимитация, демаркация. Вот если все это перечислить, это очень серьезная ответственность на все на это идти. И мне кажется, Никол Пашнян хочет как бы внутри власти иметь только лояльных людей, внутри системы власти. Только лояльных людей. Вы знаете, здесь вот президент Армян Сарктиан, который подал в отставку сразу после войны, выступил с заявлением и предлагал Николу Пашняну в отставку уйти и так далее. Поэтому здесь есть компоненты, что я бы сказал так, Армян Сарктиану предложили уйти. Предложили уйти с этого поста. Почему? Потому что очень сложные процессы. Мы стоим на пороге сложнейших решений. Армяно-турецкие отношения, делимитация, демаркация с Азербайджаном, там с территориями связана и так далее. И мне кажется, Никол Пашнян хочет иметь вокруг себя только лояльных людей. Поэтому предложено было Армяну Сарктиану уйти. Ожидаете ли вы, что система Конституции будет изменена и какие-то полномочия будут переданы Институту Президенту, и он будет избран заново уже с новыми полномочиями? Ну, до изменений в Конституции времени много. Почему времени много? Потому что эта новая комиссия по изменениям Конституции только-только формируется. То есть Никол Пашнян и большинство в парламенте объявили, что они идут на изменения Конституции. Они не сказали параметры, по которым они будут руководствоваться. Поэтому здесь мы можем только гадать, чего они хотят. Но это долгий процесс. А вот сейчас мы живем в той Конституции, которой нам навязали бывшие власти Армении. И по этой Конституции, вы знаете, до 35 дней, срок до 35 дней, чтобы были бы организованы новые выборы президента Армении внутри парламента. У нас президента выбирает парламент. И если вы посмотрите вот эти детали голосования, то там так. В первом туре голосования, а кандидата президента имеет право выставлять только депутаты национального собрания. Не менее 25 человек. 25 депутатов. Не менее должны быть подписи. И после этого идет обсуждение и голосование. Это голосование так. Первое голосование 75% должен набрать кандидат в президенты. У Никола Пашиняна 70% нет в парламенте. Но если в первом туре не проходит никто, во втором туре опять идут голосования. И во втором туре требуется только 60%. А у Никола Пашиняна больше 60%. У него почти 2 трети, 67%. Поэтому, что я хочу сказать. Никол Пашиняна понимает, после этого ставки на эту должность он, грубо говоря, назначит выборы. Это формальный будет только аспект выборов. Он как бы назначит, грубо говоря, своего человека. Что это означает для Армении, для развития Армении? Вот этот уход, назначение своего человека. Это хорошо и это помогает в трудный момент решать проблемы? Или это плохо? Это центр отсутствия плюрализма и так далее? Ну, с моей точки зрения, это отрицательно. Моя точка зрения. Почему это отрицательно? Потому что как бы концентрируется власть в руках одного человека. Я понимаю, что Никол Пашиняна не виноват. Он не писал эту конституцию. Виноваты бывшие власти. Но как бы он пользуется этими возможностями. Большинство в парламенте пользуются этой возможностью. Концентрация власти в руках. Да, с одной стороны, вы можете сказать, это даст возможность ему более мобильно действовать. Потому что, вы знаете, те же армян-турецкие отношения улучшить очень сложно. Сложные настроения в обществе, в разных группах. Но, если власть будет сконцентрирована в его руках, он сможет провести даже непопулярное решение. Точно так же в других вопросах. По делимитации, деморкации с Азербайджаном. Какие-то уступки всегда болезненные требоваться будут. Как бы формально, с точки зрения каких-то решений, может даже быть право, что и позитивно будет. Но, с точки зрения демократии, плюрализма, безусловно, это будет отрицательное решение. И, с точки зрения вот этой самой главной основы демократии, вот эта баланса системы сдержек и противовесов. Вот, в идее власти. Это, конечно, диспропорция произойдет в пользу премьер-министра еще больше. Говоря о диспропорции, вы упомянули и отношения с Турцией, и деморкация, еще разные, действительно, такие кардинально важные для Армении, для региона процессы. Все эти форматы идут под эгидой Кремля в Москве. Все контролируются абсолютно Москвой. Мы видели пару недель назад вот этот ввод ОДКБ в Казахстан. Как к этому всему в Армении относятся? Как вы относитесь к гражданскому обществу? Как относится? Ну, если говорить о Казахстане, и я первым долгом хочу сказать о Казахстане, я критиковал это решение правительства. Армения, конечно, не имеет ресурсов сегодня сопротивляться России, и Россия поэтому и не помогла нам, хотя обязана была нам помочь во время войны с Азербайджаном, но не помогла, чтобы довести до такого состояния Армению, что они скажут, что наши бы делали. Но даже при этом слабом состоянии, я считаю, было неправильно посылать военный контингент в Казахстан. Причин много, сейчас не буду углубляться. Я считаю, что мы не имели ресурса сопротивляться, то есть в голосовании надо было участвовать и в политическом решении дать добро, потому что, вы знаете, член ОДКБ может и вето наложить. На вето мы сил не имели, поэтому надо было согласиться, но без посылки военных. Почему? Потому что в Казахстане, в общем, непонятно, что произошло. Никакой извне агрессии не было, поэтому наше вмешательство совершенно непонятно. Россия, я понимаю, крупный игрок, не признает независимости наших государств в полном смысле и говорит это откровенно. Поэтому то, что Россия так активно послала свои воска в Казахстан, это можно понять. Это можно критиковать и правильно критиковать, но можно понять. Вот он большой игрок, у него там большие интересы, он плюет там на международные нормы и делает свои шаги. Но мы зачем туда влезли, не очень понятно. Поэтому я бы хотел сказать так, что, к сожалению, вот то, что нынешние власти Арбении, которые ассоциировались с революцией, а революция, безусловно, была искренне, они полностью отходят от главнейших принципов. Понимаем, насколько им трудно, это тоже вам прямо скажу. И это многие понимают, и в Европе, и в США, но всегда есть грань. Например, эта грань нельзя было перейти в Казахстане, да? А если завтра нам будут декдовать условия, что мы бы вместе с Россией какие-то действия сделали бы в Украине против Украины? Это серьезный вызов будет. Поэтому я скажу так, Армении надо, безусловно, и мы боремся за это, чтобы хотя бы немножечко более суверенные шаги делать. И я приветствую вот то заявление Министерства иностранных дел Турции, которое они недавно сделали, сказав, что мы, конечно, не против каких-то посреднических усилий, не против и в Москве встречаться, но мы предлагаем Армении встречаться в Анкаре и в Ереване. Вот я это приветствую, потому что Россия хочет все контролировать. Все понятно. Вы знаете, я еще раз повторяю, мы можем критиковать, не соглашаться с ними, но я их имперскую политику понимаю, с точки зрения имперской политики, так и должно быть. Они во все должны лезть. Но мы, что хотим, что во всех вопросах Россия была, она и нас не поддержала во время войны, она и не поддержала потом, после войны, когда за Армении вооруженные формирования ввел на территорию Армении. То есть вы не можете сказать, знаете что, вы должны все делать, что Россия хочет, потому что она вас поддерживает. Она нас и не поддерживает. Поэтому и для усиления суверенитета, и для демократии в Армении нам надо попытаться делать более суверенные шаги. И какие-то делаются, но мы, конечно, не удовлетворены. Поэтому новая власть, которая пришла после революции 1918 года, к сожалению, с точки зрения многовектора внешней политики, с точки зрения большего суверенитета, к сожалению, делает отступление. Понимаю, что после поражения в войне тяжелейшая ситуация, но все равно надо бороться, потому что если ты суверенитет не будешь отстаивать, ты будешь иметь все время потери. Вот простой пример. Украине очень тяжело, очень непросто. Мы все это видим. Но посмотрите, то, что украинцы держатся, стоят на своем. Все там трудно, развитие не просто идет, но стоят на своем. Ага, мир уже поворачивается лицом. Уже не просто обещания, а уже поставки вооружений, уже очень серьезные шаги, сдерживающие Россию, делаются. Многие же так и не поняли сегодня, почему Россия вывела так быстро войска из Казахстана. Тут, безусловно, и Запад сыграл роль, но главная роль была Китая, которые сказали, ребята, вы так знаете, поняли вас, или не зарывайтесь очень. Видите, когда ты борешься за свой суверенитет, когда ты отстаиваешь свои принципы, в конце концов, того считаются. А армянская элита политическая, конечно, я с сожалению должен сказать, это катастрофа просто. Эти люди и фракции в парламенте, все проориентированы в одном направлении, на север. И поэтому у нас даже дискуссий нет, а в обществе настроения совсем другие, я прямо вам скажу. Поэтому, к сожалению, вот мы отступление от суверенитета видим у этих уже властей. К сожалению, говорю, но я все-таки надеюсь, и мы им это говорим, и критикуем, и говорим, что надо правильно делать. Надеюсь, что какие-то развития улучшат ситуацию, в том числе очень надеюсь на армяно-турецкий диалог. И определенный диалог идет с Азербайджаном. Как вы, очень важный сейчас вопрос, вот еще и президент ушел, значит, все сжимается, и действительно власть в одних руках. Хорошо, это плохо, это решит армянский народ. Как вы оцениваете вот этот процесс с Турцией, процесс с Азербайджаном, который вроде как должен бы привести к какому-то налаживанию? Все под контролем Москвы. Понятно, что Москва хочет, чтобы оно шло так, как они хотят. Как здесь роль Армении, шансы Армении на нормальный процесс, как вы их оцениваете? Ну, с моей точки зрения, если армянское руководство будет продолжать ориентироваться на нормализацию с Турцией, с Азербайджаном, будет ориентироваться на помощь Москвы, ничего не получится. Ответ есть. Будет какой-то процесс, будет, будет, потом в конце из Москвы скажут, а теперь откажитесь от этого. Ну, как было при сервисе Армении? Это сейчас люди забыли. Футбольная дипломатия, это был серьезнейший процесс, который завершился подписанием двух серьезных документов, двух армян-турецких протоколов. Ну, и потом отмашка пришла из Москвы, сказали, все, ребята, задний ход. То же самое, если вы помните, было с договором по ассоциации. Мы же парафировали этот договор, мы его подписали, парафировали. А осталось только вот окончательное подписание в Вильнюсе на известном вот саммите Евросоюз-Восточное партнерство. В последний момент из Москвы дали отмашку. И поэтому Армения сегодня в таком тяжелом состоянии. То есть важные позитивные инициативы, мы все равно ориентировались на Россию. Поэтому, если сейчас такая же ориентация будет, то ничего тоже не получится. Вообще, я тогда предлагаю правительству и не начинать это. Потому что это тяжелые процессы. Начав с Турцией, правительство получает удары от диаспоры, критику. Получает критику внутри Армении и так далее. Если вы завтра будете слушать Москву, Москва скажет, что... А вот сейчас уже откажите туркам. То есть сейчас России выгодно. Очевидно, чтобы у нас какой-то диалог шел. Им это нужно. Причин много, я не хочу сейчас перечислять. А завтра они скажут, все, задний ход. Почему? Потому что вы знаете, какой вопрос возник. Если мы установим депоотношения с Турцией. На второй день. То есть даже дня не пройдет. А то пять часов пройдет после установления депоотношений. А зачем эта военная российская база в Армении? Если мы сейчас с азербайджанцами найдем какой-то консенсус. Какой-то. Даже легкий такой. Я не говорю глубокий мир и так далее. И стоит вопрос, а зачем эти миротворцы российские в Карабахе? Зачем они там стоят? Если я с азербайджаном начну торговать. Если с азербайджанцами мы будем встречаться. Никакой угрозы для армян нет. А зачем они там будут стоять? Поэтому Россия, конечно, не заинтересована в этом. Да, она может быть сейчас говорить. Да, да. Мы тоже за. Но это только формально. Поэтому постановка вашего вопроса очень правильная. Эти посреднические усилия не надо отвергать. Там Россия. Тем более последние усилия США и Евросоюза. Обычно бывают очень эффективными. Полезными. Не надо отвергать. Но прямой диалог с Азербайджаном и с Анкарой и Багу надо проводить. Как бы это трудно ни было. Все равно надо проводить. Это даст шанс на то, что Армения хотя бы частично более суверенную политику будет вести. Ну, вы, в том числе и вы, вы были одним из, я помню, первый человек, который написал пост в Фейсбуке, что меня задержали и ведут в тюрьму, когда была революция в 2018 году. Это были вы. И, собственно, я из-за этого сразу начал освещать революцию. Мы с вами разговаривали. Вы до сих пор считаете, что вот все, что мы сейчас обсудили, эти власти, власти Николы Пшеняна, революционные власти, они смогут это все, понимают это все? Надежда на них еще есть? Вы знаете, сейчас тоже очень многие это обсуждают, была ли революция или нет. Я утверждаю, что была. Мы все участвовали в этой революции серьезно, боролись серьезно. Но когда были допущены ошибки Николу Пшеняну? Потому что мы добровольно все выбрали его лидером, потому что он удар на себя взял. Но революцию не он один делал. Но вот ошибка когда началась? Когда он начал монополизировать революцию? Когда его избрали премьером, он сказал, я нет, сделал революцию. Все, я и буду назначать и приводить, кому хочу. И начал приводить только свою команду. А его команда молодая, все знают, что опыта мало, это просто, знаете, так визуально видно. И так далее, и так далее. И маленькая команда. А революция действительно была искренняя, люди на ноги поднялись, и в революции приняли участие очень многие люди. Вы сейчас мой пример сказали, я еще могу пример подряд, наверное, сотню известных общественных деятелей, политиков, известных экспертов и гражданских активистов, которые все в этом имели огромный вклад, но никого в системе нет. И не потому, что мы очень хотим систему, но и не предлагали. То есть Николай Башнин сказал, нет, вот сто партий участвовало, но моя партия самая лучшая, и я и вот нами буду работать. То есть его ошибка, мне кажется, она неумышленная. Здесь есть теория заговора, которую я не разделяю. Это было связано, знаете, с политическим партийным эгоизмом. Это мы наблюдаем во многих странах. Когда лидер приходит, говорит, я же нет лидера. Вот я давайте буду приводить своих только людей. И потом мы видим все проблемы, которые в этих странах возникают, и в постсоветском пространстве, и в других странах. А вместе с тем он должен был коалиционно идти, потому что в революции многие участвовали. Вот поэтому вы хорошо это уловили. А вот была же революция? Да, она была искренней этой. А сейчас трудно сказать, куда они идут власти. Иногда мы шаги видим разумные вполне, могу примеры приводить. А иногда видим совершенно непонятные. Я думаю, это связано с тем, что давление с Москвы огромное. Москва подела, что поражение в Карабахской войне приведет к тому, что эта власть в Армении как бы будет приручена. А до войны, конечно, Никол Пашинян позволил себе такие резкие шаги по отношению к России. И вообще такие свободолюбивые шаги. В общем, они ему показали свое место, используя азербайджанские интересы в войне. Но, что я хочу сказать. Как поведет сейчас власть, мне трудно сказать. Пока я вижу попытку централизации власти, как бы всех рычагов монополизации и в парламенте, и в правительстве, и уже сейчас президентского института. Потому что я сказал, Никол Пашинян без проблем выберет того, кому он захочет. Я думаю, этот человек будет из его ближайшего окружения. А это означает, что, вы понимаете, да, сдержек и противоохранительных рейсов практически уже не будет. А зачем этот президентский институт вводился? С малыми функциями, но вводился. Чтобы определенные сдержки были, вы понимаете. Чтобы вот президент мог бы выступить, мог бы какие-то заявления хотя бы делать сейчас, и это тоже не будет. Поэтому посмотрим, куда пойдет. Понятно. Спасибо большое. Это был Степан Григориан, наш гость-эксперт из Армении, друг мира вам. И я надеюсь, что Армения справится и будет двигаться в ту сторону, о которой вы говорили, какого-то развития и продвижения вперед. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.